МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что остались с нами. Продолжаем тему энергоснабжения района Синей Сопки. Во втором блоке, по нашей традиции, мы планировали предоставить слово представителям заинтересованных сторон для своеобразной очной ставки. Мы пригласили в нашу студию Дмитрия Грановского, жителя микрорайона. Насколько я понимаю, именно он был одним из инициаторов прошлогодней акции протеста. Именно так. Его оппонентом должен был быть Виктор Суханов, директор филиала Приморский ООО «Оборонэнерго». Я общался по телефону с господином Сухановым, он обещал подумать и ответить мне. Но вот, увы, сегодня в день записи телефоны господина Суханова, они заблокированы. А когда я звонил в приемную Приморского отделения «Оборонэнерго», мне сказали, что господин Суханов весь день находится на совещаниях и разнообразных планерках. Поэтому, увы, Дмитрий, вам придется сегодня быть в гордом одиночестве и отвечать на мои вопросы. Ну, это их обычная практика. Директор компании не появляется никогда, нигде. То есть, это уже третий директор обороны «Оборонэнерго» на нашей памяти с момента начала конфликтной ситуации. И даже выездное заседание администрации Приморского края, которое проводилось у нас на Синей Сопке, он тоже не явился. Вы знаете, мои личные наблюдения, чем ниже ранг чиновника, тем выше его опломб. Вот мне кажется, что это замечание абсолютно применимо к данной ситуации. Возможно. А вы лично общались с руководством «Оборонэнерго»? Ну, с генералитетом, так сказать, нет. Никогда. Дело в том, что там у них в самом названии компании, так сказать, заложен очень мощный, так сказать, комплекс противостояния. У них многоуровневая система защиты, и прорваться непосредственно в приемную, непосредственно к директору практически невозможно. Я надеюсь, что мои запросы, они пробьют вот эту вот оборону «Оборонэнерго», потому что на запросы депутата законодательного собрания Приморского края чиновники обязаны отвечать. Давайте коснемся непосредственно самой проблемы. Что такое товарищество «Синяя сопка»? Это, по-моему, садоводческое товарищество. Сколько там людей и, собственно говоря, предыстория проблемы? Дело в том, что я не вхожу в администрацию, так сказать, СНТ «Синяя сопка». Это несколько бывших садоводческих товариществ, которые были созданы еще в советское время. То есть сейчас это просто объединение горожан, землевладельцев, которые принадлежат к разным садоводческим товариществам. То есть СНТ – это просто объединение людей. Но которые пытаются построиться в пригороде Владивостока, я правильно понимаю? Безусловно. Сейчас идет очень активное строительство. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Насколько я понимаю, основная проблема – это то, что вы не можете подключиться к свету, да? Безусловно. Сколько времени уже эта проблема имеет место быть и как вы пытались ее решить? Ну, лично я, как землевладелец, я участок приобрел 7 лет назад. То есть я и моя семья ждем света 7 лет. Средний, так сказать, возраст, точнее время ожидания электроэнергии составляет 10-15 лет. Но есть люди, которые ждут подключения более 20 лет. Хорошо, давайте тогда алгоритм опишем. Условно говоря, вы купили участок, захотели подключиться к электричеству, да? Да, да. То есть это обычная история, абсолютно тривиальная. То есть ничего такого феноменального непосредственно в моей истории нет. Мы приобрели участок земли. Мы подали документы в офис компании «Оборонэнерго». Мы заключили договор. Мы подписали договор. Мне были предоставлены тех условия. Ну, это стандартная процедура. То есть потом нас актировали. И после этого начался вакуум. Никакой информации и никакого выполнения, так сказать, договора. То есть со своей стороны мы выполнили все условия договора, включая финансовые. Много заплатили? Ну, по ценам 2012 года договорная цена была что-то вроде 40 с чем-то тысяч рублей. Ну, то есть не сильно много, но и не сильно мало. Вот. И все, собственно говоря. Со стороны «Оборонэнерго» это было все. Нет. Но, насколько я понимаю, в любом случае перед той акцией протеста, точнее перед теми акциями протеста, которые, кстати, вот на этой неделе будет, по-моему, ровно год с момента этих акций. Чуть ли вот не сегодня. Да. Или не вчера. То есть вот да. Мы тоже об этом думали, что вот такая вот дата веселая. Так вот, что вас все-таки подвигло на вот эти вот акции? Какие-то ответы или полное безмолвие? Как раз да. Людей, так сказать, землевладельцев, соседей стало раздражать информационный вакуум, который сознательно, как бы, инициировался компанией-монополистом. И, как бы, полное отсутствие движения даже по судебной практике. Дмитрий, ну что такое информационный вакуум? Вот я вам могу сказать, что я нашел телефон господина Суханова за три часа. Хорошо. Но дозвониться с ним и поговорить с ним по части выполнения контрактных обязательств абсолютно не представляется возможным. Вот поверьте мне, если бы у меня было в запасе еще, предположим, два-три дня, то я бы прорвался бы в офис господину Суханову. У вас было два года. Ну, можно позавидовать вашей энергией и пробивной способности в таком случае. Ну, и мы немножко в разных весовых категориях по социальным, так сказать, градациям. У нас разные весовые категории. У меня нет кровной заинтересованности в подключении моего дома к свету. Никакой возможности даже формально это обсудить даже с заместителем директора. То есть всегда на растерзание отдают рядовых инженеров, которые ничего не отвечают, которые ни за что не отвечают, ну и которые общаются в стиле, не знаю, Ионеско. То есть там чистый сюрреализм. То есть даже воспроизводить эти диалоги в прямом эфире, я не думаю, что имеет смысл. Хорошо. У нас, по крайней мере, провозглашенный конституционный метод решения подобных противоречий – это суд. Факт. В суд обращались? Да. Имеем массу судебных решений. То есть я на текущий момент за 2014 год, как раз за предыдущий, я имею два судебных решения. Оба в мою пользу. То есть обязать оборонэнерго подключить вас? Более того, обязать 14 дней. Ага. То есть и никакой информации. То есть если раньше у нас была какая-то вялая переписка, то есть они какие-то формальные отписки... С оборонэнерго. Да, да, да. То есть эти пистолярные фрагменты, они тоже присутствовали в суде. Но сказать, что у меня есть какие-то конкретные, как бы, ну, ответы. То есть почему? Есть много ответов. То есть самый смешной ответ пришел омбудсмену Приморского края. Господину Розову? Господину Розову, да. Рим Михайловичу. Вот. Значит, на его запрос непосредственно в Приморское отделение оборонэнерго пришел ответ, что подключив участки заявителей, мы ослабим обороноспособность страны. Вот, да. А какие-то конкретные доказательства ослабления обороноспособности страны были приведены или нет? В том-то и дело, что нет. Господин Розов, будучи, так сказать, отставным кадровым военным... Омбудсменным, да, высоких чинов, да. Он проблему предложил решить радикально. То есть он обратился в центральный офис, в головной офис оборонэнерго в Москве с просьбой создать независимую комиссию по оценке, так сказать, активов, энергоактивов, то есть их резервов и всего остального. Но и московский офис оборонэнерго тоже нарушил закон, не ответив омбудсмену Приморского края в течение месяца. То есть нарушение закона, околозаконная, противозаконная деятельность – это их обычная практика. Хорошо. Судебные приставы – люди, которые обязаны выполнять решение суда. Правильно? Да. Что они делают в данном случае? Ну, как сказать? Нельзя сказать, что они вообще ничего не делали, да? Предыдущий мой пристав, не будем его называть по фамилии, да, и там по статусу, по должности, он действительно, надо ему отдать должное, он побывал на моем участке, то есть еще когда дом не был построен, там еще был фундамент, то есть он его сфотографировал, он это все актировал, ну, то есть он смотрелся, облел я условия договора, то есть который, грубо говоря, из-за которого весь судебный прецедент был создан. После этого он посетил директора, то есть я не уверен, что это тот директор, с которым вы разговаривали по телефону, но тем не менее, то есть он предупредил его от административной ответственности и предупредил о потенциальной уголовной ответственности, поскольку невыполнение решения суда там карается какой-то соответственной статьей, по-моему, 315 УК. Неоднократное невыполнение. Да, 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 то есть после этого началась вообще какая-то ситуация совершенно гротескная и сюрреалистическая, то есть на запросы омбудсмена и прокурора ТОВ оборонэнерго ответила, что они подали дело на апелляцию, они подали жалобы на какие-то там судебные действия, и, соответственно, действие этого исполнительного листа, оно приостановлено. Вот. В сентябре 2014-го состоялся новый суд, суд высшей инстанции, уже Краевой суд, который оставил действие, решение предыдущего суда, предыдущей инстанции в силе, и обязал их опять же в течение 14 дней подключить мой благострадальный участок к электроэнергии. ВОЗ и ныне там. Абсолютно буквально. В России принято многие проблемы решать не с помощью закона, а с помощью взятки. Пытались или нет? Там дело в том, что сама концепция, так сказать, дачи взятки, да, или там какого-то должностного подкупа, она невозможна, ввиду, так сказать, отсутствия вербальных контактов. То есть я правильно понимаю, что это как раз-таки тот случай, когда чиновники не выполняют свои прямые обязанности не потому, что хотят получить взятку, а потому, что просто вот не хотят. У них есть какой-то, очевидно, приказ, секретный, вышестоящего начальства, просто вот нет и все. Нельзя сказать, что власть нас не слышала. То есть вот тут вот ничего нельзя сказать. То есть диалог у нас был. Но, так сказать, развитие ситуации она не получила. Выходит так, что эта компания, которая, ну, перед ней, так сказать, перед названием «Оборонэнерго» стоит слово из трех букв ОАО. Вот. То есть это ОАО, которое совершенно игнорирует права граждан, решение суда, предписание УФАС, прокурорские проверки, административные какие-то предписания. То есть полностью все. О, а сколько у вас таких несчастных, господин Горановский? Ну, как сказать, несчастных. Дело в том, что действительно, по факту... Поверьте мне, абсолютно несчастных, потому что в первом блоке нашей программы мы как раз-таки показали, как живут люди, которые строят свои дома на Синей Сопке. Ну да, это правда. Потому что на самом деле, то есть расшатанная психика, распавшиеся семьи, тяжелое социально-экономическое положение, это да. То есть таких людей десятки. А тех, кто не может построиться, уже сотни. То есть всего там более полутора тысяч участков, сейчас более пятисот, так сказать, активных членов, и десятки людей строятся, и еще сотни хотят построиться. И это единственная, для многих это единственная проблема, ну, собственно говоря, единственная возможность решения жилищной проблемы. То есть после того, как мы провели наш митинг, там начался очень жесткий троллинг. С чьей стороны? Ну, каких-то проплаченных, так сказать, сетевых дятлов. То есть нас там все время путали с жителями, так сказать, благополучной седанки, для которых нет проблем заплатить полмиллиона рублей за свет, или там миллион рублей за свет и так далее. То есть мы объясняли, что ребята, мы не такие. То же самое мы объясняли в администрации, что мы... Мы бедные землевладельцы. Ну, почему бедные? То есть, как бы, действительно небогатые. Потому что дело в том, что приобретались эти участки как раз из-за их низкой стоимости. Вопрос, который должен задать. Дальнейшие действия вас и ваших коллег по несчастью. Ну, мы этого так не оставим. Это определенно. Что в вашем понимании мы так этого не оставим? В прошлом году вы так это не оставили, и получилась акция протеста. В этом году что будет? Ну, отдельная группа людей хотят повторить подвиг, так сказать, наших коллег по несчастью, жителей улицы Татарской, которых тоже несколько лет назад, несколько жилых домов, которые тоже сетевой оператор был, оборонэнерго, просто отрубили от кабеля. И это не какие-то там псевдодачные домики в пригороде. То есть это, ну, уже город. Люди тогда перекрывали Танцсиб. И они перекрывали дорогу, которая ведет на Татарку, на так называемую, на пляж. Ну, те времена были гораздо более лояльными. И, грубо говоря, их пожалели, и не стали к ним применять никаких, так сказать, силовых решений. В настоящее время, допустим, перекрытие Транссиба или трассы М-60 может быть квалифицировано как экстремизм. Головное преступление. Да. То есть, ну, люди доведены до отчаяния, и натурально не знают, что делать. Потому что никто нам не в силах помочь. Спасибо большое. Я надеюсь, что наш с вами сегодняшний эфир, хоть и без представителей обороны Энерго, он действительно заострит внимание на этой проблеме. И орган исполнительной власти города и края подключится к ее решению. Наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Телефон 226-6335, наш сайт novikov-stalker.ru. Причем лучше всего послать обращение именно на наш электронный адрес. Больше шансов, что я и мои коллеги-журналисты его прочитают и помогут вам. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова